Приветствую всех! Вы на канале Школы вязания нашей пряжи. В сегодняшнем видео мы свяжем с вами вот такой двухцветный узор для вязания мужского шерпа спицами. Значит это видео идет по просьбе моей подписчицы со стороны. Вот такой чудесный шарфик она хочет выполнить. Узор двухцветный. Идет два ряда лицевой гладью серого цвета. Сверху два ряда платочным узором плюс снятые петли вот здесь где у нас серый цвет. Простой узор в то же время очень красивый. Шикарно подходит для вязания мужских шерфов. Смотрите вот это все лицевая сторона. Вот так выглядит красиво и аккуратно изнанка. По краям я делала вот такую косичку. Так сам узор это кратно 14 петля. Вот 14, 14, 3 раппорта здесь плюс 1 петелька симметрии и плюс 2 кромки. Значит смотрите в самом шарфике вот у меня платочная вязка. В самом шарфике платочной вязки нету, но здесь узор начинается с двух рядов лицевой глади и вот эта лицевая гладь немножко закручивается. Сам шарфик здесь проглажен. Именно вот эта крайняя часть плюс бахрома исправила вот это все. То есть если вы вяжете с бахромой, вы начинаете сразу узор. Если вы вяжете без бахромы, я советую сделать как я, связать платочным узором. Вот у меня здесь 6 рядов платочного узор, а дальше уже сам узор для шарфика. Для вязания шарфа я подготовила себе два цвета пряжи. Смотрите, здесь в оригинале у нас идет пряжа Alize Baby Wool, но два сложения. Не хотите брать два сложения, можно Alize Lana Gold в одно сложение тогда. Классик. И у меня это Naco Super Love Special. Та же плотность, что, ладно, Gold тоже я беру в одно сложение. Спицы 375. Так, значит, темным цветом нити будем набирать петельки. Для узора я должна набрать петельки классическим способом. Количество петель кратно 14, плюс одна петля и плюс две кромки. В шарфике участвует три раппорта рисунка. Это 14 умножить на 3. Давайте пересчитаем, сколько, значит, нужно набрать. 14 на 3, плюс один и плюс две кромки. 45 петель для шарфа я должна набрать, чтобы получить три раппорта рисунка. Если вы вяжете по кругу, вы набираете просто количество петель кратно 14, плюс петлю соединения в круговой ряд. Я буду вязать без бахромы на платочной вязке, то есть несколько рядов платочного узора. Это будут подготовительные ряды. В счет узора не входят. Подготовительные ряды. Кромку снять, все петельки лицевыми до конца ряда. Каждую петлю я вяжу лицевой. Так, для удобства последнюю кромку я вяжу изнаночной петлей. Так, есть первый ряд и все последующие, вот эти дополнительные ряды я вяжу также. Первую снять, каждую следующую лицевой петлей. Значит, это мы получаем платочную вязку. Платочная вязка я буду вязать, ну, примерно хотя бы 6-8 рядов. Посмотрим, как там будет все выглядеть, чтобы дальше уже перейти к узору для шарфика. Так, вот я платочным узором провязала 6 рядов. Значит, это я себе подготовительные ряды, чтобы не делать бахрому. Дальше начинаю сам рисунок по схеме. Первый ряд рисунка и второй вяжется темной нитью. Третий, четвертый, светлой нитью. Итак, темной нитью первый ряд кромочную петлю снимаем. Каждую следующую петлю провязываем лицевой петлей. Это первый ряд уже схемы. Значит, я вяжу все петельки лицевыми до конца ряда. Так, довязываю лицевыми до последней. Конца кромку вяжу изнаночной петлей. Есть у нас. С вами первый ряд схемы. Работу поворачиваем. Второй ряд схемы с изнаночной стороны. Первую петельку снимаем. Во втором ряду каждую петлю провязываю изнаночной петлей. Вот, все изнаночные. Значит, девочки, можно вязать и классическими, и бабушкиными изнаночными. Вот это, что я вяжу, это классическая изнаночная. Вот так она вяжется. Вот так вяжутся бабушкиные изнаночные. Разница будет только в том, что дальше с лицевой стороны те петельки, которые провязаны у вас бабушкиными, они будут повернуты правой стенкой назад. То есть, вам нужно будет провязывать их за заднюю стеночку. Вот это не забывайте. Значит, изнаночными вяжу до конца ряда. Изнаночными довязываю до конца кромку тоже изнаночной петлей. Есть второй ряд нашей схемы. Вот видите, это была платочная вязка, а теперь лицевая гладь. Так, дальше, 3-4 ряды я перехожу на светлую ниточку. Смотрите, вы можете концы вот здесь завязать. Я обычно не завязываю, просто прикладываю. Затем, когда уже будет связан весь шарфик, вот этот конец заправится именно в то полотно, что вязалось вот этой нитью. Так, значит, первую петельку снимаем. Вот, придерживаю я, видите, ниточку. Вяжу 4 лицевые. Раз, два, три и четыре. Дальше, нить за вязанием. Следующую петлю снимаю непровязанной. Одна лицевая. Нить за вязанием. Вторую петлю снимаю непровязанной. Одна лицевая. Нить за вязанием снять третью петлю. Одна лицевая. Нить за вязанием снимаю четвертую петлю. После четвертой еще три лицевые. Раз, два и три. Значит, смотрите, вот эти 14 петель, это наш рапорт рисунка. Так мы повторяем для шарфика трижды. Второй повтор. Снова начинаем с четырех лицевых. Раз, два, три и четыре. То есть, вот здесь у нас семь лицевых светлого цвета подряд. Дальше, нить за вязанием снять петлю. Одна лицевая. Нить за вязанием снять петлю. Лицевая. Нить за вязанием снять петлю. Лицевая. Нить за вязанием снять петлю. Три лицевые. Раз, два, три. Вот это у нас второй повтор. И третий повтор. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Нить за вязанием снимаем петлю, лицевая. Нить за вязанием снимаем петлю вторую, лицевая. Снять третью петлю, лицевая. Снять четвертую петлю. 3 лицевые. 1, 2, 3. Должно остаться 2 петельки. 1 дополнительная. Помните, мы набирали? 1 кромочная. Дополнительную вяжу лицевой, кромку вяжу изнаночной петлей. Так, смотрите, получается с одной стороны кромка 4 лицевые, с другой стороны кромка 4 лицевые. Вот так. Поворачиваем вязание. Четвертый ряд с изнаночной стороны этой же нитью вяжется. Кромку снять. Петля дополнительная. Ее провязываю я лицевой петлей. Дальше это вне рапорта рисунка. Рапорт рисунка. 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот эти серые петли, темно-серые, мы тоже снимаем, но с нитью теперь перед вязанием. Нить перед вязанием, снять петлю. 1 лицевая. Нить перед вязанием, снять петлю. 1 лицевая. Нить перед вязанием, снять петлю. 1 лицевая. Нить перед вязанием, снять петлю. 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. Повторяем. 3 лицевые. То есть, снова у нас 7 лицевых будет подряд. Нить перед вязанием снять петлю лицевая, снять петлю вторую лицевая, снять петлю третью лицевая, снять петлю четвертую, 4 лицевые, 1, 2, 3 и 4, это второй повтор. Так, у нас еще один повтор, 3 лицевые, снимаю петлю нить перед вязанием, 1, лицевая, снимаю петлю нить перед вязанием, 2, лицевая, снимаю третью петлю, лицевая, снимаю четвертую петлю, 4 лицевые, вот, 1, 2, 3 и 4. Когда мы вот эту четвертую провязываем, мы заодно и фиксируем вот этот конец, который, видите, я нигде его не завязала, кромку вяжу изнаночной петлей, вот так. Значит, вот это все у нас был четвертый ряд, дальше, для узора мы повторяем последние 4 ряда, то есть, с первого по четвертый ряды. Первый ряд у нас связался нитью серого цвета, мы оставляем светло-серый и поднимаем вот так темно-серый цвет вверх, кромку снимаем и каждую петельку провязываем лицевой петлей. Это у нас, напоминаю, был первый ряд, снятые петли тоже провязываются лицевыми, вот так. Значит, я лицевыми снова вяжу до конца ряда. В конце кромку мы вяжем изнаночной петлей, значит, я провязала этот ряд как первый, в следующий ряд повторяем второй. Во втором ряду было кромку снять и каждую петельку мы вязали изнаночной петлей, я вяжу классическими изнаночными петлями. Вот до конца ряда все петельки изнаночными, это второй ряд. Предпоследняя и кромка тоже изнаночная. Смотрите, серую ниточку вот сюда оставляете, светлую поднимаете и вяжете нитью светлого цвета. Вот так. Старайтесь стягивать петельки равномерно, вот здесь, чтобы была косичка и здесь у вас косичка. Если здесь она автоматически будет красивой, то здесь нужно вот не слишком затягивать ниточку, чтобы петельки были одинаковые. Так, значит, я подхватываю уже нить светло-серого цвета и вяжу как третий ряд. В третьем ряду мы кромку снимали, вязали 4 лицевые, вот 1, 2, 3, 4. Вниз за вязанием петельку снимали, первую, 1 лицевая, вторую петельку снимали, 1 лицевая, третью снимали, 1 лицевая, четвертую снимали, 3 лицевые. Значит, это наш рапорт рисунка, так вы повторяете три. С другой стороны, вне узора у нас 1 лицевая, кромку вяжем изнаночной петлей. Значит, так у нас вязался третий ряд и четвертый ряд был с изнаночной стороны. Кромку снять, вне узора первая петля, провязываю лицевой, дальше рапорт рисунка, 3 лицевые. Нить перед вязанием снять первую петлю, лицевая. Нить перед вязанием снять петлю, лицевая. Нить перед вязанием третью снимаем, лицевая. Нить перед вязанием четвертую петлю снимаем, 4 лицевые. Эти 14 петель вы повторяете вот эти 3 раза. В конце четвертого ряда кромку вяжем изнаночной петлей. Значит, дальше вы повторяете вот эти 4 ряда до желаемой высоты вашего шарфика. Так, вот кусочек побольше, шикарный узор получился. Еще раз лицевая сторона. Вот его изнанка. Значит, если вы вязали с бахромой, вы заканчиваете двумя рядами лицевой глади. Если как я, то вяжете 2 ряда лицевой глади и затем 6 рядов платочного узора. А тогда закрываете петли. Смотрите, какой шикарный узор получился. Я очень рада, что тоже он появился у меня в копилке. Так, всем большое спасибо за внимание. Спасибо, что делитесь вот такими схемками интересными. Всех вас очень люблю. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok